Россия известна своими бескрайними просторами. На полях, ругах и болотах нашей страны живет большое количество самых разных птиц. Герой предыдущего фильма «Чилисы» весной обычный в Подмосковье. Они самые заметны на лугах, но это далеко не единственные обитающие здесь птицы. Белые аисты устроили свое гнездо на куполе брошенной церкви. Добывают пищу эти птицы тоже на лугах и полях. Там они ловят насекомых, мышей и лягушек. В мае продолжается пролет низящихся на севере птиц. Мелкий кулик и недолгий гость у нас, круглоносый плавунчик, пешком обследуют сначала берега большой глужи, но затем хормится их плавь. Все движения птицы кажутся нам слишком торопливые, но ведь только так можно поймать шустрых насекомых. Мородунку легко узнать по чуть сдернутому вверх клюгу. Этот кулик, хоть и обычен для просторов России, но нигде не бывает многочисленным. Бородунку можно встретить в Подмосковье весной. Но пока птица не добралась до мест гнездо на нее, она ведет себя тихо. Ходит по брюхо в воде, собирает пищу. Еще один кулик со сдернутым верхлюбом, это большой улит. Он выше и более длинноногий, чем Мородунка. А среди миниатюрных куликов Фифи, обступивших его во время отдыха, большой улит кажется великаном. Самец большого улита внешне почти не отличается от самки. Все кулики неутомимые охотники за мелкими насекомыми и червями. Большинство из них кормятся, пешком прохаживаясь по своим охотничьим угодьям. К берегам стоячих водоемов и на отмелях тихих заливов рек. Невысокая растительность по берегам водоема и обширные отмели на берегу. Могут привлечь сразу несколько видов куликов. При этом птицы разных видов мирно кормятся рядом. Не высказывая агрессии к себе подобным. Субтитры создавал DimaTorzok Большой улит ловко подбирает насекомых с поверхности воды, но он умеет также доходить пищу на дне водоема, опуская клюв и даже погружаясь в воду с головой. Субтитры создавал DimaTorzok Самые доверчивые на лужах в Подмосковье – кулики фифи. Они почти не боятся человека. Возможно потому, что эти птицы величиной со скворца и не представляют интереса для охотников. Своё смешное имя эти кулики получили из-за двухсложной подзывки, похожей на словосочетание «фифи». Хоть фифи маленькие по размерам, но они имеют все навыки охот куликов. На этих кадрах наглядно видно, как фифи умело находят в вылезтом дне лужи личинок комаров. Вот уж совсем крошка, тоже кулик, малый зуёк. Птица величиной с воробья, на коротких ножках, но бегает быстро. Лесной малый зуёк становится заметным из-за громкого голоса, которым самец заявляет права на свою территорию. Малый зуёк не столь требовательен к наличию воды, как другие наши кулики. Лесной малый зуёк могут устроить не только на галечной отмели возле воды, но и на большой открытой площадке карьера или даже в футбольном поле, если там нет травы, а только песок и камни. Зато эти птицы очень негативно относятся к высокой растительности, предпочитая голую каменистую отмель зелёному заливному лугу, хорошему травой. Какой май без грозы и обильного дождя? Патрицы в бутылке Сум в бутылке Сум в бутылку Сум в бутылке которых гораздо крупнее малого зуйка это бекас бекасов можно встретить чаще всего возле водоемов с заросшими невысокой растительностью берегами бекас имеет совершенную покровительственную окраску поэтому при опасности с воздуха он просто замирает а заметить неподвижную птицу на фоне такой же растительности практически невозможно и Продолжение следует... Приближается ночь. Уже спряталось за горизонт солнца. В верховом болоте, заросшем осокой, пушицей и чахлыми березками, другие кулики готовятся к предстоящему действию. Здесь устроили свое таковище, похожее на бекасов кулики Дупеля. Вечером в светлое время Дупеля только готовится к топу. Самцы завтра собираются на заветной полянке, называемой таковищем. Песня у Дупеля не громкая, едва слышимая с расстояния в 100 метров. Зато каждая песня сопровождается характерными движениями исполнителя. В конце каждой песни самцы приседают и открывают веером хвост, демонстрируя белые пятна на крайних перьях, которые незаметны в обыденной жизни. Песня у Дупеля не громко. Песня у Дупеля не громко. Хор их голосов то накатывается волнами, то стихает. Белыми маячками вспыхивает среди соковых кочек с прошлогодними ягодками клюквы хвосты десятков тактующих самцов. В темное время суток также активные перноты, охотники, совы. Болотная сова перелетная птица. Она появляется весной на тех угодьях, полях, лугах, болотах, где развелось много мышевидных грызунов. Нередко эту сову можно встретить при свете дня, отдыхающей от своих забот. Она сидит совершенно открыто, воробьиные птицы не воспринимают ее как врага. Заросли луговых трав, холодной майской ночью или жарким днем, в любую похуду слышен скрипучий громкий монотонный голос. Птицу из семицы подсушковых караселя непросто рассмотреть среди трав. На открытые места он выходит очень неохотный, а в воздух карасель взлетает лишь при неминуемой опасности. Еще один певец со скрипучей песней, напоминающий трещание насекомого, поет на сухом прошлогоднем стебле сорняка. Это речной сверчок. К гнезду, расположенному на земле, осторожно пробирается полевой жаворона. В его гнезде уже подросли птенцы, которые требуют корма от родителей. Самка продолжает их согревать только ночью, днем она помогает самцу искать корм. На сухом стебле борщевика отдыхает от охоты круговой лун. Таким седым является только самец. Именно он, когда самка насиживает яйца, охраняет птенцов и является добытчиком в семье. А охранять птенцов есть от кого. В поле на промысел вышла лиса, и она не пропустит ни одного птичьего гнезда, если учуют его. Поэтому все пернатые хищники, гнезящиеся неподалеку, луни и болотные совы совместно отгоняют рыжую плутовку. Вот лиса покинула район, где на земле устроили гнезда хищные птицы. И самка лугового луня присела отдохнуть, а заодно занялся своим туалетом. Самец лугового луня в полуденную жару тоже. Отдыхает от птенцов, зевает и потягивается. Быстро пролетает лето. Уже наступил август. Скосились зерновые культуры. А солому собрали в волки, которые хаотично разбросаны по полю. Эти тюки соломы являются хорошими наблюдательными постами для пернатых хищников, которые с высокого насеста караулят мышей и полевок. Конюки – самые обычные из пернатых стражей мышевидных грызунов на полях Подмосковья. Их можно встретить не только на лугах и полях, но даже в лесу на больших полянах. В августе молодые конюки уже не зависят от взрослых птиц. Эти хищники начинают кочевать южнее и появляются в таких неожиданных местах, как, например, на берегу Перши лужи. На этой же луже, которая за лето порядком обмелела, кормятся взрослые бекасы со своими подросшими птицами, которые величиной с родителей. Кулики заняты все тем же делом – поиском пищи. Скошенное поле облюбовало стаи скворцов. Эти шумные, неугомонные птицы тысячной стаи кочуют по полям и лугам. А ночевать скворцы улетают, заросли тростников на озеро. Но самыми крупными и заметными птицами на полях являются серые журавли. В августе они держатся еще с семьями. Молодые птицы с рыжими головами неотступно следуют за родителями. На поле, где будут кормиться утром, после ночевки, серые журавли прилетают отдельными стаями – от десятка до сотни птиц. Но на поле они могут собраться в большую группу до тысячи птиц. Тогда над полями разносятся и громкие трубные крики, говорящие нам о приближающейся осени. Порой эти звуки навевают грусть. Что? 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 КОНЕЦ Недалеко от журавлей на поляне кормятся тетерева. Осенью эти птицы не такие активные и заметные, как весной, во время тока. Впрочем, весеннее настроение может охватить двух-трех самцов и они начнут распускать хвосты, бормотать и даже ухаживать за самками. Но тетерки совсем не обращают внимания на своих кавалеров. КОНЕЦ В Ковье появляются первые пернатые мигранты, которые летят на зимовки. Золотистые ржанки дружной стаи спустились отдохнуть на спаханное поле. У нас они задержатся лишь на один-два дня. Их путь лежит в Средиземноморье и Северную Африку, где птицы зимуют. Их путь лежит в Средиземноморье и Средиземноморье и Средиземноморье. Ржанки легко срываются с насиженного места и кружат в небе. Все движения птиц синхронны. Стая чувствует себя как один организм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Щеглы круглый год не улетают от нас. Осенью сигалетки молодые птицы этого года рождения уже перелиняли и стали нетлечимы от родителей. Обычные места, где кормятся эти вьюрковые птицы, заросли репейников вдоль дорог и пустырей. Щеглы ловко достают семена из шариков липучек, лущат их и поедают калорийную сердцевину. А вот пуночки это гости из тундры, которые появляются на наших полях лишь поздней осенью и зимой. Это очень неприхотливые в выборе кормов птицы. Они умудряются найти пищу даже среди занесенных метровыми сугробами стеблей трав. Осенью птицы перуют среди низких сорняков, где много семян. К весне птицам остаются доступны лишь самые верхушки трав, ведь большая часть низких растений занесено снегом. Зимой птицы становятся почти белыми, из-за этого их трудно заметить на фоне сугробов. Чечетки появляются в Подмосковье лишь осенью, а часто встречаются всю зиму. Эти птицы тоже кормятся семенами трав. Стая чечеток порой так многочисленный, что похожа на саранчу. Они всем скоплением налетают на куртины сорняков и быстро опустошают кормовые запасы места. Из-за этого большая стая чечеток никогда долго не задерживается на одном месте. Только в отличие от чегловых пуночек, чечетки, как и чижи, охотно кормятся на деревьях, поедая семена березы и черной ольхи. Эти корма часто бывают в изобилии, что позволяет птицам не продержаться до весны. Птицам не продержаться до весны. Зимой даже заросли крапивы интересуют чечеток. В напряженном морозном воздухе при минус 15 градусах слышатся их нежные позывки, которыми птицы переговариваются держась в стае. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok